из 20 теперь из 30 человек ни один ни один не подпирается ты вот подперся но явно дело тебе нужно думать перчатки носить я не хочу я не настаиваю ладно ты же больше я не буду вот и не можешь от этого отстать тебе не отстать я хоть матершине который матерится он мать или мать он говорит не буду больше он будет потому что есть духовная сила он араб от шариков а то шариковы все это пока это не просто фильм фантазия какая-то шариковых вот как себя ведет нахально что у него-то от клима чугункина было так в нем все осталось собаку перешло ну собачье сердце ты вот руку под не подпирайся а почему не потому что вот ты уже подачи начинаешь выгивать уже фильм идет ты смотришь от ее тела непроизвольно все делается непроизвольно ты хочешь быть ногтиедом ты отвечаешь нет у тебя показывает какой способ но существует определенный какой-то порядок получается я на тебя наседаю тебе не нравится это в то же время говоришь так ты и эдак и эдак и эдак ты бы хотел по-настоящему ты бы искал подошел и спросил а что же еще мне на что обратить внимание как бы от этого избавиться человек хочет бросить курить он спрашивает какие способы способ один обратись ко христу человеку веру во христа от него бог сразу все это снимает доверься только господу тебе нет доверия богу доверься это нам не мешает жить вместе ты бы грызти можешь до локтей по себе это не надо и родители это не одобряют я теперь понимаю почему и руки то прятал не потому что только что не умеешь это один вопрос ничего делать тебя подневольно стыдно за ногти за все и ты даже не понимаешь это на другом уровне не надо этого делать напряжение никакого не деда с фурашкой ты ее завертел щучено опять так но у нас принято так принято и ты сразу принял бы ты начинаешь как то есть я гляжу сейчас засняли выходишь выходишь и тел фурашка глянулся никого нет сразу разворачиваешь никто только ты один из храма выходим то есть веры нету доверия к воспитателям старшему нету ты томишься здесь тебе это ничего не даст даже что-то будет если так будешь просто вот на телефон на это теперь там как выехать тебе то другое то есть и томишься да я просто же по дому заскучал раньше мне это понятно это и так и должно быть что дом дом это не лагерь здесь ты временно но заскучал и на этом но дальше не идти это внутреннее чувство но ты начинаешь перед перелазить через заграду кажется черного хода не надо этого делать от это абсолютно никак нельзя делать они ты зайдет от света оттуда не она нормально мы с тобой говорим может быть и тебе это не на пользу повернись вот так вот так но я-то тебе говорю ты никак не можешь осмотреть мои слова что тебе какой-то вред желаю ты ты очень-очень юн тебе надо у тебя никто этого не говорил никогда видно особо мы были где-то вместе с тобой это это у тебя бы этого не было ты более внимательный был бы рассуждал события ты вот этого артиста который играет шарика как фамилию не знаю ну показывать первая вторая серия владимир толокотников можно помнить ты думаешь просто было такого артиста найти его искали по всей стране и не находясь случайно натолкнулись о маленьком каком-то там провинциальном может где-то там таганроге натолкнулись и он теперь всю жизнь даже во двор выходит и дети моли кричат шариков идет он запечатлелся ну-ка вот штирлиса кто играл тихонов вячеслав и когда он идет по двору все дети кричали штирлис идет ну штирлис это фигура но шариков это вообще то есть как мы себя показываем в этой жизни как шекспир говорил мужчина и женщина выполняет определенную роль в этой жизни на сцене мы жизнь как сцена какая-то вот у меня роль у тебя другая у него вот она какая роль так пошли мы там пойдем мы вам видят вы все одной семьей мы будем вам отдельную комнату келья называется мы расскажем наши порядки какие во сколько вставать все остальное расскажем потому что нам так выгоднее чтобы вас держать в одном месте потому что у вас все в общее там это вот он не всегда сооружение напрямую это может его тот поэт обойти вокруг но вот так все равно а вот так поможем вот так это мимо коровник но не можем вот так вон там бороться надо не дать бороться и прямо к лагерю выйдите хорошо маленько обойдите к собачку чтобы не заделалась а вроде мы с ней уже не надо трогать не надо не обойдите подальше можете туда войти вокруг а можете туда идти так тебе этот кирилл он тебе не друг один и тоже вместе не будьте нигде больше так их они в одной теле в одной в одной разделить сегодня мы иногда прибегаем к этому методу я с ним вообще не общаюсь я с ним вообще не общаюсь не положительно ты видишь какой я с ним не общаюсь он с пашей общается пока так мы посмотрим он внизу спит вообще я наверху спит он внизу но я думаю и так я посоветуюсь там еще спишь кто с ними спит никита вот так сегодня просто переместить с кем-то с одним чтобы вы как можно были вместе меньше это не надо также вверху сделать все это можно сделать эти какой прекрасный воскресный день вон и люди пришли где стоят в этот день побыли в храме это ни в одном лагере этого нет если даже православный это лагерь есть а дальше ничего в разнос идет никакого это обсуждения что я с вами разговариваю ты по интернату посмотри какие отзывы как люди сожалеют что в жизни нашей не встретился лагерь подобный нашему у нас было бы все в жизни по-другому ты сейчас уедешь до свидания мы больше не встретимся а мне вот уехали они арсений и уже сколько три звонка поступило мама два раза звонила сегодня там исповедовалась говорила это тимошина мама да вот то 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 не ладится ну они в разбуде с отцом и зачем она говорила я поняла что он там находится как ему это полезно хоть это увидел и и проще люди в первый раз сообщаясь общаясь с нами они видят что мы стараемся ну вот срок то слишком короткий сказали руке не надо ну опустил опустил разницы никакой нету в армии ты будешь тебя заставить видел как японцы делают но не думай что кто-то из них сидит ногти грызет если бы они грызли ногти ни одного бы не было это ролик на весь мир и весь мир понимает япония это япония это дисциплина это непрерывная тренировка как они работают а что такое икабена знаешь это как правильно в вазе поставить цветы чувство у нас нарвал венок сплел или чего-то они учат годами два-три года уходит на то чтобы знать как цветок какой какой выше какой ниже куда чтобы наклоненный был у них система на какое-то значение имеет у них это имеет поэтому их фильмы нам непонятно а наши не понятно как-то дерутся что-то там скандали а он только один жест вот так сделал и за этим скрывается целая традиция народа мы очень разные называется менталитет менталитет это образ жизни человека и у них везде все основное у них острова такие землетрясения там цунами идет мы живем у нас здесь ничего мы живем здесь как выражение такое христа за пазухой только глянь какие травы что у нас тут есть чего только нету у нас подножный корм мы каждый день зелень берем у них ничего так где-то мизерный мизер но они день и ночь работают чтобы они не делали они с напряженным трудом я тебе уже рассказываю что-то взять то можно это не просто нация нация известная всему миру какая самая передовая техника то все идет оттуда а что ты возьмешь а то за счет ты возьмешь если ты даже над пальцами не командуешь сказал нет больше никогда этого не сделаю сам себе напрягой напрягись вот сантиметров 20 ближе 20 сантиметров плечу моя рука больше не будет то что в носу зачесалось искорять дернул ты понял что этого делать нельзя и сразу убрал ты все время опираешься а дальше ты вот вот только палец он уже палец во рту это тебе надо я тебе делаю какие-то преграды ты десятки раз перескакиваешь и перец и гляну ты опять уже уже опять опёрся у тебя позвоночник больной нет а зачем ты сгорбатишься и вот так подпираешься как зачем это нужно ты сиди прямо вытянутый это твой позвоночник зачем ты его делаешь не таким как он должен быть ты должен поехать другим это и отец и мать тебе скажут эти слова скажут у нас надежда была мама ты не случайно звонит я тебе скажу что которые дети там многим не звонят он и дробыт ни разу еще не позвонили они здесь не один год уже почему они знают куда пришли эти даже трое позвонила один раз мама все успокоилась больше нет трое маленькие девочки а вас непрерывно вот на двоих было вот он ему звонили значит он вышел 1 1 но у него изменения были у него изменения которые даже дома доехали мама звонит это видно да конечно потому что он прислушивался и он работал он работать может я говорю про арсения вот они же видели как ходила мать везде фотографировала все это интересно и в группе то станет где-то конечно приятно это видеть но время-то какое не полный месяц не полный месяц и разговор-то идет об изменениях а человек формируется не в один день это в годы уходит а есть что и десятилетия и никакого пророка берут его он такой расхлюпанный подтянута что всегда был сам себе повторить руки мои больше лица не коснуться я отстану от этой привычки она не хорошая привычка найди слова сам себя укори ткни себе с чем-то доставь себя отвлекающую боль в сторону ты даже не заметишь как все это кончится все любого старого человека спроси помнит ли он как что было ничего уже нету почему старики такие вот согнутые все стонут все боли болячки какие-то потому что на собой не работали человек волевой он побеждает в себе это все как будто ничего и не было вот они приехали первый раз я их никогда не видел они готовятся к крещению а это важный шаг он из сектантов приходит он не православный на него какие там свои там при свете рак на как сколько людей сейчас ждем это восьмого значит завтра шестое среду среду еще четверо приезжает из далеких краев ты сам-то приглядываешь а где-то так есть чтобы работали мы не знаем про всех мы людям показываем подлинный лик христианство и православие насколько это возможно в наших силах и вы здесь побудете уйдете ну вот сегодня приехала из греции приехали несколько человек видел я не говорил я не говорил скажи полное имя ты их не видел они приехали во время занятий приехали вася на мать и сестренка они когда-то жили здесь у нас прекрасные отношения сохранились и они жили до этого в чемкенте в казахстан спрашивается что память а дочка одна ответила что сохранилась память это только то что в лагере были здесь так у них же жизнь была в чемкенте и в других где местах были ничего это не осталось почему это было другое и были трудности здесь а это чувство любви единой семьи мы вас ничем нигде не ущемляем мы все время стараемся чтобы у вас был духовный рост эти пример ставлю вот возьми века какая она маленькая ни одного замечания нет это будущее настоящая хозяйка может быть она и работает а лера которая уехала но эти девочки которые с тарасовой сестры 3 посмотри на леви и какая она она талантливая и она нигде не противоречит это обувь не снять еще ксения она поранена со сцены сошла кто-то не желал этого нет она сама это сделала себе вот и все ты сам смотри где на благословение благословение там где послушание и рассказали больше не прикасайся договорились ну ты понимаешь что тебе добра желает или ты мне же не хочешь что мы с тобой это встретились и родители сказали мы дали вам сына и вы никакого свидания оставили мы хотим чтобы по-другому было тем более тебе доказываю это вредно во всех отношениях ногтиеды это и грязь у тебя там есть и они неправильно у тебя выглядят вот оно должно быть какой вот он этот нормальное состояние ногтей вот она показывает какое говорят каемка какая на то то что не касается плоти тут что-то попадает она никакой роли не играет там кто играет еще там много на все лагерные лагерная тебя что с ним связывает ничего мы с ним не общаемся ты ногти грызешь покажи пальцы ты сейчас ты их в рот берешь нет вы мешаете друг другу в келье в одной я хочу вас развести по разным кельям да я не мешаю начать эту грязную маленькую вот это вот он спит на первом этаже и я на втором я не знаю надо проверить еще спросить никита или как потому что это в нашей власти я бы разъединил наоборот пашу от вани отсадил бы вот они если они слепились вместе он пошли тебе как никак ну как не влиять я чё не вижу что ли вы над всем главенство держите эти вижу это все начинаете кого-то прищемить кого-то чё-то приезжать конечно и он и паша они в одной келье да так может быть с этим разделить нет чё нет то вас и надо разделить вы вы разговариваете там вас часто на часы стоят я что все подойду к ужину то это мы еще раз рассмотрим я не утверждаю но предположительно прихидываю как-то вот ладно идите поиграйте пока тебе кажется этот хуже да потому остригли его а вот хороший хороший котик такой он видишь у него все слипло не вот внимание могли отрезать лишь это шерсть его что такое пролетарий пролетарий это пролетарий человек который ничего не имеет кроме цепей рабства вот так они их называли это так предпридумали это искусственное слово его нигде не не было это означает человеку которого ничего нет и он стремится к освобождению от его богатого это человек бедный на котором все держится который работает они вроде бы рабочие объединяются и одно название пролетария пролетарии входят разные национальности разные профессии базис нет лишь бы был бедный а бедные и готовы ограбить других это филипп филиппович вам объяснил бы что они делали этот фильм надо робби разъяснить показать это а где филипп филиппович где но если братьев сигнеева евгения вот который его играет это был чудесный артист я почему-то так думаю что таких артистов как у нас вот такие вот так играть не в каждом государстве есть такие россия особенно талантливый вот на таких и он поехал делать операции на сердце не доверил здесь в англии ты прям сам в операционной умер он исключительно талантливый он играет даже в 17 мгновениях весны там какого-то тоже профессора такого забывшего как он идет и все все теряется наконец собой жизнь яд принял когда его захватили это пролетариат откуда ни глянь идут рабочие на завод это все пролетариат а уже начальник завода это не пролетариат это буржуазия а все такое буржуазия ну их понятие которое они вложили мы просто видим это которая богатая которая эксплуатирует которая с такими животами в их понятии так и рисует буржуй пишет маяковский рябчика жуй день твой последний приходит буржуй значит эти от пролетариат это с винтовками идут у тех грабят убивают а дальше 37 год война отечественная и все эти швандеры все эти под нож пойдут и те которые там пели воспевали они у них икона то висела какого этого троцкого а троцкий то это не троцкий его там как-то лев бронштейн что ли еврей а потом ты его разгромили а все эту фракцию сталин то и все троцкисты пошли под нож булак и все были расстреляют там женщины стоят поют и проще это все будут уничтожены она продлить просто картину и показать это не просто собачье сердце булгакова люди с собачьим сердцем за этим крылось что-то да он был одержим это бесовская сила ему часто демон являлся этом булгаком он писал написанного талантливо это понятно что это такое да вот это слово контрреволюция он не знает не знает профессор где этот но если бы жизнь продлилась и роман продлился он был бы расстрелян вот мы видим 17 мгновений весны видел нет не видел ну и там показано что он помогает бежать советская разведчица ребенок у ней а дальше то юлиан семенов писал о том что у него было в режиссуре то в книге то написано он возвращается сюда и и арестовывает ну и дальше все по трубам гулага ведет еще неизвестно как он поет умер или погиб и ульяна семенов тонны у нее 60 лет даже не было потому что он слишком много знал я объясню я на семена говорю говорю в разных странах был в этой тайных делах страны и может где-то что-то говорил он газета совершенно секретно как я помню это он организовал можно в википедии зарядить и посмотреть и чем кончилось внезапно умирает болел и сейчас пишут и предположительно что просто его убрали из жизни он даже встречался со скорцени лучший разведчик у гитлера лучший он с ним встречался когда тот уже на пенсии был кажется в испании и брал у него интервью а это не просто так человек который был у гитлера прям вплотную к нему и остался живой и братью не интервью после войны советскому человеку может даже коммунисту надо понимать что это не каждому и где-то видимо грань какой-то перешел где надо было молчать что-то сказал так как много знал знал про живых людей поэтому лучше всего его убрать убрать то есть отравить застрелить аварию самолета устроить надо знать свое место а можно ему было по-другому талант большой он не позволял ему скрыться человек совершенно без таланты он около него уже был остался живой его не тронет за кому нужна эта пешка собачьем сердце там заложено кое-что вот как он пока показывает какое отношение на сцене вас ждет какое ждет меня самое большое это событие вашей жизни впереди ну и правда и человека превратиться в собаку а может есть такое стихотворение но как бы даже там два куплета всего говорится так в индии считается что змеи первыми на землю приползли горцы верят что орлы древние прочих обитателей земли я же склонен думать что вначале появились люди а поздней многие из них орлами стали а иные превратились в змеи лишь какой смысл а иные в шариков превратились а иные в профессора который приносит пользу делает такие удивительные операции это конечно сказка это фантазия но за этим кроется сегодняшняя если человека обозвать швондаром то это понятно это тупость натравливающая на талантливых людей ни о чем больше не думаешь никакой живой мысли нет а так то швондар а шариков ну тут уже все открыто шариков он берет самое непригодное в этой жизни ничего кроме плотского удовольствия выпить безблудить там укурить он все это научился воровать вот это пролетариат вот шариков это пролетариат а профессор преображенский филипп филиппович ну это уже буржуазии можно его отнести интеллигенции вот тебе вопрос все зайди туда с ребятами забери их всех можешь узнать если хотят еще побыть побудь с ними немножко там кажется никита да все сейчас надо ехать и определить что у них есть там матрас и все вы узнать как ребенок мочится нет там дать что требует